Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Самаре прошло 41-е заседание Самарской губернской думы. В РИО губернатор Вячеслав Федорищев предоставил отчет о деятельности правительства региона в 2023 году. Представляя изменения в закон о бюджете Самарской области, Вячеслав Федорищев предложил поправки в инвестиционное законодательство. В каких направлениях они коснутся и насколько увеличится областной бюджет в нашем материале. Экономика Самарской области уверенно и устойчиво растет. Об этом рассказал в РИО губернатора региона Вячеслав Федорищев на 41-м заседании Самарской губернской думы. На нем руководитель региона представил отчет о деятельности областного правительства в 2023 году. Самарской область завершила 2023 год с неплохой динамикой основных показателей социально-экономического развития. Если брать макроэкономику, то валовый региональный продукт составил по предварительной оценке, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 6,5%. Это выше среднероссийского уровня, но это говорит о том, что экономика развивается. Валовый региональный продукт составил порядка 2,7 трлн рублей. Растут базовые показатели – индекс выпуска товаров и услуг, индекс промышленного производства и сельского хозяйства. Инвестиции в экономику региона достигли 516 млрд рублей. А это основа роста на ближайшие годы. В РИО губернатор отметил, что в минувшем году Самарская область участвовала не во всех федеральных проектах, и это нужно исправлять. Что такое участие в федеральном инвестиционном проекте? Это средства, которые приходят в регион прямые и бюджетные на создание объектов для людей. Школ, больниц, очистных и далее. Наша задача, мы об этом будем говорить с вами предметно, чтобы начиная с 2024 года, когда формируются новые федеральные национальные проекты, они именно сейчас формируются, и должны в сентябре утвердить, чтобы Самарская область была в каждом. На заседании Самарской губернской думы руководитель региона предложил внести изменения в главный финансовый документ области. Этому предшествовала большая работа по поиску резервов, дополнительных источников дохода казны. Согласно поправкам, бюджет региона увеличился на 21 миллиард рублей. Эти изменения, согласованные с федеральным Минфином, отметил Вячеслав Федорищев. Значительную часть средств, 11 миллиардов рублей за три ближайших года, планируют направить на обновление общественного транспорта. Средства поступят в каждый муниципалитет региона. 4,5 миллиарда рублей будут направлены на развитие сферы здравоохранения, почти полтора миллиарда на предоставление жилья детям-сиротам. 1,4 миллиарда рублей в этом году дополнительно направят на капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе замену лифтов. 860 миллионов рублей на благоустройство территории. Более 2 миллиардов рублей на поддержку участников СВО. Сегодня Дума была особой все-таки. Впервые выступал на Думе временно исполняющий обязанности губернатора. Он четыре вопроса доложил, товарищ, очень тяжелых. Он отчитался за работу правительства в прошлом году. Он очень так объективно все преподнес и, надо сказать, о бюджете. Ну и еще целых два вопроса, там такие, в том числе и по наливайкам. У него очень серьезное предложение. Вот я за это предложение выступал сразу. Конечно, впечатляет размер тех сумм, которые предусмотрены, очень значительные вложения. И, на наш взгляд, безусловно, мы поддержали, единогласно наша фракция поддержала. Но хочу сказать еще и о том, что вот тот размер сумм, которые внесены сегодня, мы очень надеемся, что на целый ряд таких серьезных проблем, очень значимых, социально ответственных, мы надеемся, что серьезно повлияют. В РИО губернатора Вячеслав Федорищев объявил и о кадровых изменениях в региональном правительстве. На должность в РИО вице-губернатора Самарской области назначен Антон Емельяненко. Сфера его деятельности – экономическое развитие, инвестиции, промышленность, торговля, сельское хозяйство, продовольствие, туризм и наука. В РИО вице-губернатора, руководителя администрации губернатора Самарской области, стал Вячеслав Романов. Последние несколько лет он возглавлял Министерство промышленности и торговли. В РИО вице-губернатора, руководителя Департамента внутренней политики, назначен Александр Фетисов. Ранее Александр Фетисов занимал должность в РИО заместителя председателя правительства Самарской области. Виктория Шарая, События. Мобильный пункт отбора на воинскую службу по контракту сегодня работал в парке Гагарина. На месте можно было узнать все подробности вступления в ряды Вооруженных сил России, о поддержке, которая положена бойцам и их семьям. В Самарской области по поручению в РИО губернатора Вячеслава Федорищева началась работа по увеличению суммарной единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. 1 миллион рублей вместо 800 тысяч. Напомним, глава региона также поручил усилить меры поддержки семей военнослужащих. В Самаре обсудили работу по профилактике правонарушений среди жителей города. Главными вопросами стали трудоустройство людей, освободившихся из мест лишения свободы и организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, особенно тех, кто стоит на учете. Подробности в нашем сюжете. Предотвратить правонарушения. Главная задача, которую решали на заседании в городской администрации. Обсудили вопросы организации летнего отдыха и занятости подростков в период каникул. За четыре оздоровительные смены в лагерях отдохнут более двух тысяч детей. Среди них 850, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей участников СВО и тех, кто проживает в пунктах временного размещения. Рассмотрели на заседании и увеличение количества предприятий, на которых могут работать те, кого приговорили к исправительному труду. Вакансии для них готовы предоставить 49 организаций Самары. 100% трудоустроенные к исправительным и 100% к обязательному работам. То есть, несмотря на имеющуюся проблематику, все равно же у нас все осужденные в настоящее время работают. Это, конечно, большой плюс. Помочь социализироваться людям, вернувшимся из мест лишения свободы, одно из приоритетных направлений в работе по профилактике правонарушений. Важно показать тем, кто приступил закон, что наладить свою жизнь можно легальным способом. Для того, чтобы от бывшим наказания было легче найти работу и вернуться в общество, в городской администрации разрабатывают специальные памятки. Работаем совместно с нашими социально-направленными предприятиями, с нашими коллегами, в том числе для администрации населения. Мы раз разработали памятку для безработных граждан, насколько у нас самара. Совместно с конституционно новую памятку разработали по социальной реабилитации граждан, освободившись из мест лишения свободы и осужденных беззади от общества. Участники заседания проанализировали статистику преступлений и обсудили дальнейшую работу, направленную на профилактику правонарушений среди жителей города. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В Самаре прошло еженедельное совещание в Департаменте городского хозяйства и экологии. Самой обсуждаемой темой стало состояние дорожного покрытия, просадки и провалы. В профильном департаменте поставили задачу ликвидировать недостатки и организовать работы по их устранению не только в будни, но и в выходные дни. Задача поставлена прежде всего работать и в выходные, потому что период строительный достаточно короткий. И мы должны к школе, к первому сентября у нас максимально город обеспечить нормальным проходом наших школьников к местам обучения. Качественно, содержательно и интересно. Профильная комиссия общественной палаты Самары проверила работу детских лагерей дневного пребывания. Ежегодно с наступлением лета они открываются при школах и других образовательных учреждениях Самары. Общественники оценили условия содержания детей в лагерях, насыщенность развлекательных программ и пообщались с детьми. Подробности расскажем далее. Лагерь дневного пребывания в Самарской школе номер 12 работает с четвертый год. Школьники здесь находятся с 8 утра до 6 вечера. Они занимаются творчеством, спортом. Предусмотрено трехразовое питание. Директор школы уверена, в лагере созданы все условия для комфортного и запоминающегося отдыха. Они ходят, посещают музей нашего города, различные библиотеки, мастер-классы. Помимо этого, в образовательную деятельность у них входит английский язык, робототехника. Они оттачивают свои навыки письма с помощью каллиграфии, что является очень важным. Дети радуются жизни, потому что детство – это самый лучший праздник. Когда они выходят из предела лагеря, тем более погода позволяет, мы покупаем им мороженое. А мороженое и сладости – это самое лучшее в этом возрасте. Всего в Самаре в этом году работает 196 лагерей дневного пребывания. Соблюдение всех нормативов и качества отдыха детей оценили члены общественной палаты Самары. Во время объезда лагерей они пообщались с руководителями учреждений и детьми. Пришли к выводу, что отдых организован на должном уровне. Подходы к формированию у каждого образовательной организации разные, но прежде всего в интересах детей. Это самое важное, что мы сегодня увидели. Из бесед с детьми – это самое главное, потому что их не обманешь, их не настроишь, им не придумаешь ничего, потому что они говорят искренне, заинтересованы. Когда они улыбаются и с удовольствием рассказывают об этом, то это замечательно. В этом году в лагерях дневного пребывания Самары отдохнут более 15 тысяч детей. Работа комиссии общественной палаты продолжится. В планах проверить качество детского отдыха в загородных лагерях. Галина Топилина, Валерий Майоров, События. Члены общественной палаты Самарской области обсудили вопросы общественного контроля за ходом реализации национальных проектов на территории региона. Подробности узнала Елизавета Прокопенкова. Контроль за ходом реализации нацпроектов – главная тема, которую обсудили на заседании рабочей группы общественной палаты. Сейчас в Самарской области реализуется 13 национальных проектов. Рабочая группа призвана осуществлять общественный контроль за ходом реализации национальных проектов. И работа эта велась и ведется в рамках каждой комиссии и общественной палаты. Но сегодня в новых реалиях нам необходимо активизировать свою работу, еще больше выезжать на места, взаимодействовать с людьми, общаться, выносить свое экспертное мнение по тому, как тот или иной национальный проект реализуется. Особое внимание члены общественной палаты уделили разработке новых методов и способов осуществления контроля за выполнением нацпроектов, которые реализуются по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас, наверное, есть необходимость что-то реанимировать, то, что раньше мы не смогли в силу, может быть, недостаточности возможностей наших повлиять на процесс. Поскольку позитивное движение со стороны Рио-губернатора есть, значит, этим надо пользоваться. Лучшие предложения, которые прозвучали во время обсуждения, взяты на карандаш. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. В этом году 86 работодателей Самарской области получили компенсации за трудоустройство 502 сотрудников по программе субсидирования найма. Сумма выплат составила свыше 17 миллионов рублей. В рамках этой программы фонд компенсирует предприятиям и организациям часть затрат на заработную плату новых сотрудников. Получить финансирование могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, принявшие на работу граждан, официально признанных безработными. Работников, которые находятся под риском увольнения, молодежь в возрасте до 30 лет, ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции, членов семей погибших в ходе СВО военнослужащих, беженцев с Украины. Правительство создаст удостоверение единого образца для многодетных семей в бумажном и в электронном формате. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации. Так, с инициативой о создании удостоверения выступила зампредседателя Верхней Палаты парламента Инна Светенко. Люди жалуются, что, путешествуя с детьми или переезжая на новое место жительства, не могут воспользоваться статусом многодетных в другом регионе. Многодетные семьи смогут предъявлять указанный документ не только в повседневной жизни, но и в соцорганизации. Впервые в истории на Землю доставили образцы грунта с обратной стороны Луны. Ученые отметили, что в рамках китайской миссии удалось доставить образцы грунта возрастом около 4 миллиардов лет. Кроме того, китайская лунная программа предусматривает исследование Южного полюса Луны и комплексное зондирование лунного рельефа. Также проведение испытаний ряда технологий, в том числе использование 3D-печати для строительства зданий на Луне. В Самару прибыла чудотворная святыня – икона Казанской Божьей Матери. Она считается одной из самых почитаемых у православных верующих и покровительствует воинам, защищающим свою родину. В течение двух дней доступ к иконе будет возможен в Софийском соборе. В числе первых прихожан, встречавших икону, был и в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Подробнее в нашем материале. В Софийском соборе утром особая служба. В Самаре впервые московский список иконы Казанской Божьей Матери. Самарские православные воспользовались возможностью увидеть ценную святыню воочию и почувствовать божественную силу, приложившись к значимому образу. Сегодня мы можем иметь возможность помолиться перед этим древним образом и спросить Божьей Матери помощи. Мы должны прежде всего сами стать детьми друг друга. Стифик, светлением и искренне исповедовать нашу православную веру. Хранимый Господь. Праздник. Казанская икона Божьей Матери является одной из самых почитаемых святынь, которая покровительствует бойцам, что сражаются за родные земли. Принято считать, что с помощью этой святыни удалось освободить страну от польских захватчиков в начале 17 века. Это такой наполняющий светлый глоток силы, божественного благословения. Я думаю, сейчас каждый, кто посетит этот храм в эти дни, почувствует это на себе и почувствует как бы волю к победе, силу к победе. Сегодня вот вместе с нами и ветераны были специальной военной операции, семьи наших защитников, семьи погибших героев. И молитва, она всегда творила чудеса. И, конечно, мы очень ждем, что в самое скорое время победа обязательно будет и в нашей стране, и во всем мире. Молимся и ждем. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшая икона побывает в десятках городов России в рамках начавшегося 6 мая в Москве общероссийского крестного хода, который является частью всероссийского молебна о победе. Тот крестный ход, я бы вот так назвал, который сегодня проходит по всей России, по всем городам и весям, это, конечно, призыв к тому, чтобы мы объединились. Потому что именно в единстве есть сила. В числе первых прихожан, пришедших встретить икону, был и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Ядорищев. Жители региона смогут приложиться к святыне в течение двух дней. 25 июня до 20 часов и 26 июня с 8 утра до 18.30. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В преддверии премьеры оперы «Сказки Гоффмана» Жака Оффенбаха на сцене театра оперы и балета прошел театрализованный показ костюмов. Зрители «Гоффман-дефиле» узнали историю их появления из уст режиссера-постановщика и художника по костюмам Ивана Складчикова. Наша съемочная группа тоже приобщилась к прекрасному. Корсеты, широкие юбки и баллонные рукава мгновенно погружают зрителя в эпоху, в которой разворачивались действия, описанные в сказках Гоффмана. В преддверии одноименные оперы и артисты театра оперы и балета представили публики «Гоффман-дефиле». На сцене наряды периода раннего немецкого романтизма, позднего классицизма и раннего французского романтизма. «Гоффман-дефиле» Впервые пьеса «Каре и Барпье» сказки Гоффмана была представлена в 1851 году в Париже. Это была переработка рассказов Гоффмана «Песочный человек», «Сказка о потерянном отражении» и «Советник Респель». В качестве главного героя всех трех историй выступал сам писатель. Оперу написал Жак Оффенбах. Она осталась неоконченной, что не помешало ей стать популярной. Как? Когда-то давным-давно сказал Шопенгауэр, что человек – это существо текучее, как оденешь, так и будет жить. На пошив каждого наряда ушло не менее 10 месяцев. Изюминкой дефиле стали мужские военные костюмы, которые носили девушки перед началом Первой мировой войны. Так они стремились поддержать мужчин и надеялись принять участие в военных действиях. Я вообще в большом восторге. Я такой красоты никогда не видела. Мне понравились все костюмы, ну, конечно, больше женские, и это ближе. Фантастика. Фантастика. Это правда. Учитывая количество работы и вся эта работа, вот я только что узнала, что вся эта работа произведена в тройном экземпляре, потому что всех комплектов костюмов, включая самые роскошные, в тройном экземпляре, на каждый состав отдельно. Это просто фантастика. Ну и формат совершенно новый, он действительно фантастический. Представленные на дефиле наряды самарский зритель увидит совсем скоро на премьере оперы «Сказки Гоффмана», которая пройдет на сцене театра оперы и балета. Августина Охременко, Константин Головин. События. Защитник крыльев советов Юрий Горшков покидает самарский клуб и переходит в питерский «Зенит». В Тольяттинском окроне, наоборот, пополнение. Усилились игроком сборной Черногории. А самарские пятиборцы и альпинисты завоевали несколько наград на всероссийских турнирах. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Защитник крыльев советов Юрий Горшков продолжит карьеру в «Зените». Юрий присоединился к самарскому клубу летом 2020 года. За это время он провел в составе команды 147 матчей, забил 9 голов и отдал 19 результативных передач. Именно из крыльев Юрий начал получать приглашение в национальную сборную России, в составе которой сыграл три матча и отдал одну голевую передачу. Акрон заключил контракт с 28-летним опорным полузащитником Стефаном Лончером. Черногорец вместе со своим родным клубом Сутьеско дважды становился чемпионом страны и обладателем национального кубка. Участвовал в матчах квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Последние полтора года защищал цвета венгерского Дебрадсена. А за сборную своей страны Стефан провел 13 матчей. Также Акрон усилил медицинскую часть специалистами, ранее работавшими в Калининградской Балтике. Руслан Засиев возглавит медицинский департамент клуба. Искандер Бастанов займет позицию врача. Яна Асланова станет тренером-реабилитологом, а Игорь Раков – массажистом Акрона. Баскетбольный клуб «Самары» подписал центрового сборной России Илью Попова. 29-летний игрок выступал за питерский «Спартак», «Нижний Новгород», «Енисей», где успел поработать вместе с главным тренером «Самары» Дражином Анзуловичем, и за «Женеву» Лайонс, в составе которой стал серебряным призером чемпионата Швейцарии. В последнем сезоне за московскую руну принял участие в 40 матчах единой лиги, в которых в среднем набирал 8,5 очков и делал почти 3,5 подбора и 1,5 передачи. В Москве прошел лично командный чемпионат России по современному пятиборью. Представитель Самарской области Кирилл Мануйло завоевал серебро личного турнира, уступив лишь москвичу Егору Громадскому. А в командном зачете среди мужчин сборная Самарской области заняла первое место, опередив команды Москвы и Московской области. Среди женщин Яна Соловьева впервые в карьере завоевала золотую медаль чемпионки России. На скалах горы Малиновая в республике Башкортостан прошел второй этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. На 53 маршрутах разной категории сложности соревновались 11 мужских и 7 женских связок из 9 регионов страны. Спортсмены Самарской области стали призерами этапа. Серебро завоевали Максим Нагуманов и Дмитрий Скотников, а также Елена Куприянова и Алена Селезнева. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской сообщает о том, что в городе продолжается ремонт улицы Алма-Атинской в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, что за два предыдущих года благодаря нацпроекту приведена в порядок наибольшая часть Алма-Атинской, где всегда активный дорожный трафик. В этом году уже выполнен ремонт межпути и обустроены пешеходные подходы. Кроме того, покрытие на 100% отфрезеровано, начали укладку верхнего слоя асфальта, ведется ремонт тротуаров, а там, где они совсем разрушены, их восстанавливают. В плане и восстановления двух посадочных площадок для пассажиров общественного транспорта. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в Самаре продолжается прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан проводят по понедельникам и средам с 9 утра до 5 вечера по адресу Куйбышева, 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. С подробной информацией и списком документов можно ознакомиться на сайте Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Консультация по телефонам, указанным на экране. Администрация железнодорожного района сообщает о вакансиях, которые есть на предприятиях. Самарский завод «Коммунар» примет на работу аппаратчика по приготовлению смеси и растворов, сборщика зарядов и водителя. Зарплата от 37 до 48 тысяч рублей. Самарский металлургический завод ждет ведущего специалиста по диагностике оборудования, ведущего экономиста и литейщика цветных металлов. Заработная плата от 41 до 60 тысяч рублей. Завод «Авиагрегат» примет на работу наладчика станков с программным управлением. Ему готовы платить от 80 тысяч, а также мастера участка и сверловщика. Зарплата от 50 тысяч рублей. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте СамарГиз, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!